ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В частном секторе, несмотря на последние достижения биотехнологий, способных сделать буквально конфетку из буквально каловых масс, самым массовым остается первобытный вариант огородной будки, прикрывающей дырку с насестом, с которого человек в мать-сырую землю прямо в душу ей гадит. С годами накапливается на душе столько, что не излить невозможно. И тогда появляются золотари. Вот такая вот самоходная жилетка с хоботом, в которую выгребная яма может выплакаться вся без остатка за совсем не символическую сумму денег, которую платит создатель и ямы, и ее содержимого. Потом, по идее, владелец говновозки, собирающий груз в розницу, сам должен куда-то слиться, но уже оптом, со скидкой по-большому. А розница и составляет смысл его вонючего бизнеса. В котором, как заметил еще император Веспасиан, только деньги одни и не пахнут. Общественники встали в засаду у Арамильского тракта возле ВПП Кольцова, там, где стыкуются Екатеринбург, Арамиль и Белоярский район. Место в узких кругах широко известное и здесь не скучно. Это место в Кольце Популярности, здесь сливают как в поля, так и вот в такие коллекторы. Пока мы стояли, мы видели две машины, вот эти третьи машины сливаются. Славастаточно. Неративы предприниматели не хотят тратить их. деньги на утилизацию отходов. Есть специальные приемники, куда привозят и могут сбрасывать сточные воды, канализацию и другие отходы. Как раз дешевле это скинуть в обычный канализационный коллектор, который находится в поле, либо еще хуже, просто в поле, что, к сожалению, здесь протекуется. Будем обращаться в трудоохранную прокуратуру, чтобы взяли этот момент на контроль. А тех, кого мы сегодня поймаем, мы обязательно передадим информацию в полицию, чтобы им административные штрафы. Не прошло и 10 минут, как примчался следующий изолотарь, говорит, что по большой нужде неисправность резко случилась. Задвижка потекла, натурально приспичила, вот он и вынужден сливать груз, подобно авиалайнеру, аварийно сливающему горючее, перед вынужденной посадкой сразу после взлета. А то, что льется, это вовсе не какашки, это почти святая вода. Я серьезно вот задвижка протекла, а я ехал, у меня вон есть папа привез. Ну что, ну вы такой, сядет, сядет. Серьез? Да, у кого задвижка потекла, у второго колесо. И я вот первый нахожу. Нет, ну вы такой привез. Да, вот. А дальше тут незаконно сливать? Ну а я на дороге, видимо, да? На дороге-то? Ну у вас же такая задвижка потекла, вот. Вот. Бочка потекла? Да, потому что я притормозе, откладывался, откладывался. Ваши машины? Да, ваша машина. А на кого работаете? Да. Такая организация? Нет, номера за машины вот они, понимаете? Собственника сразу можно установить. И вот одна такая пробивка, чисто на вскидку, показала у владельца двух ассоциализаторских машин. Одна из машин вообще, оказывается, принадлежала компании «Живой исток». Директор этой компании «Вагнер Аркадий Александрович», которые, в принципе, занимаются откачкой источников. Вот. Собранные материалы и видеофиксацию мы передадим в полицию и прокуратуру. Я думаю, этого хватит, чтобы составить административные протоколы на владельцев этих автомобилей. КОНЕЦ Продолжение следует...